Мир всем. Мир всем. Здравствуйте. Всем Никрутенко, микрофон выключите. Анастасия, микрофон выключите. Анастасия, дроба, дышите нас. Эти птицы попал. Анастасия, дроба, вы меня слышите? Микрофон надо выключить, шумит сильно. Анастасия, дроба. Анастасия, дроба. Анастасия, дроба. Анастасия, дроба, дроба. Анастасия, дроба, дроба, дроба. Помолимся. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Господи, благослови наше занятие. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Пребудь с нами в этот воскресный день. Сохрани нас в любви друг к другу, в единомыслии и согласии перед Словом Твоим. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 5 глава, 12 стиха. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Толкование. Говоря о предыдущем, Господь не говорил о великой награде, но здесь сказал о ней, показывая тем, что теперь поношение есть дело великое и самое трудное. Ибо многие, не стерпев поношения, сами себя лишали жизни. И Иов, выдержавший так много искушений, особенно возмущен был тогда, когда друзья стали поносить его, будто он страждет за грехи. Дабы апостолы не думали, что их будут гнать за учения противные Христову, успокаивает их, говоря, что и пророков, бывших прежде них, гнали за добродетель. Посему их страдания должны успокаивать вас. Вопросы? Игнать Тихонич. Вопросы? Ну, что гонят за добродетель, это понятно. И Писание нам говорит, а как вести себя? Ну, понятно же, молиться за обидчиков, успокаиваться. Все понятно. А как вести себя? Гонят, ну, понятно, что нападает какая-то скорбь, там, или, я не знаю, уныние, может быть, напасть, руки опускаются. Делаешь доброе дело. Так вот. Что посоветуете? Смотря на кого гонят. Гонят, если ты один, просто христианин. Это один вопрос. Другое дело, если за тобой стоит что-то, кто-то. Поэтому, ну, никак нельзя здесь промолчать, потому что есть такой подрыв деловой репутации. Такая статья есть. У меня много таких было дел, и приходилось давать ответные уже. Подавал в суд. Это в 98-м году было на меня. 15 комиссий краевых наехало. Краевых. На нескольких машинах. Что они вытворяли? Статьи писали. По телевидению составили фильм. И все будет опровергнуто потом. Клевета. Один, да только делов. Я по-прежнему работаю. Но за мной стоит, что и деревня, и лагерь, и люди. И, значит, меня нету. Ну, порази пастыря, рассеются овцы. Поэтому тут надо смотреть, что ты. Один? Один ты должен легко переносить благодаря Богу. А если это дело касается общего дела Христова, ты не имеешь права молчать. Ты обязан защитить истину Христову. Ну, пример возьмем. Апостол Павел проповедует. А ему мешает. Елима, волх. И он правильно говорит. Ты сын дьявола. Враг всякой правды. Да коли будешь совращать в прямых путей Господних. Понятно, какая была интонация. Не просто он там стоял. Ну, ладно, я потерплю. Давай, бей, поноси. Нет. Он ослепил его. Вот на тебе. И будешь тьма. Его за руку водили. Он метался, не знал, куда шагнуть. Это один вопрос. А у Иоанна Богослова совершенно по-другому. Нападали, клеветали. Так, живые примеры остались в евангелистах. Это полно в житиях святых. Где-то они молчали. Преследовали Афанасия. Ну, он не Афанасий-то какой. Диакон только был. А потом будет патриархом Александрии. И вот это ни о ком так не написано, как о нем много. Он умел скрываться. Внезапно появляется среди богослужений, начинает говорить проповедь. Солдаты заметались. По всей стране ищут его. Он скрылся. Скрылся. И сразу у него то ли кораблик стоял, как у Иоанна Кронштадтского. А они за ним кинулись. А он повернул и назад. Они говорят, ты не видел ли его такого-то? Он говорит, видел. Недавно он здесь был. Так что давайте скорее еще догоните, может быть, его. И опять вернулся в храм и начал проповедовать. И потом его скрыла одна девица в глубоком колодце. И он оттуда разразился таким посланием. Буквально всю империю потряс. Никто не ожидал. А промолчал бы, сидел. Время молчать и время говорить, как говорит премудрый Соломон Экклесиас. Время собирать камни и время разбрасывать. Так что, ну, мне много пришлось это перенести. Да, это тяжело. Потому что другие вот сейчас заходят. А, вывод какой там собирает, кто что сказал. И они это на меня все это забрасывают. Никакого отношения ко мне совершенно не имеют этот материал. Тут один саварбек алмазов какой-то с Караганды. Ну, тут все можно делать. Фотографии снимает. С меня голову, с надежды. И там представляет другим каким-то картинкам. И творят какой-то блуд. Но я не видел. Мне говорят. Что я должен делать? Ну, раз, другой, третий. Он остался все больше и больше. Я обратился в прокуратуру. А эта прокуратура туда. Там все сразу, мгновенно все убрал. Ничего нигде нет. И больше носа не показывает. Вот и все. А другой раз просто на меня нападает. Я вот такой ему не нравлюсь. Ну и что? Сосед там где-то. Я стал ходить другой дорогой. А за него молиться. Я уехал. Две недели прошло. А мне звонят. Такое-то дело. А его, говорит, похоронили. Да как так? Ему 30 лет было. А он был неряшевый. Шел по гусенице трактора. Упал. И ребра воткнулись там в печень. Во все. Ребра свои. Вот как Бог делает. Одно дело промолчал. Когда Давыда поносили. И он говорит. Может, Господь защтет это мне? Что меня поносят? Он даже на это говорил. Это тоже очень хорошо. Блаженно, когда будут вас поносить, Игнать, за имя Иисуса. За. Я вот сидел, когда в камере, и написал один журналист, Титов, Виктор Иосифович. Он филитонист, Алтайская правда, центральная газета Алтайского края. Ну, я что могу сидеть-то? Я-то там. Но я все равно написал на прокурора по надзору. А проверк письма. А потом, когда я вернулся, мы с ним близкие стали. Жена с ребенком приехали в Потеряевку. А я ему такой суровый написал ответ. И он у меня для слова Божия нету. Там ответ через прокуратуру. Однажды Надежда Васильевна его встретила. Он шел напротив редакции. Она говорит. Придет время, Виктор Иосифович, придется вам раскаиваться. И он тогда написал статью после моей реабилитации. Вот она сказала так. Теперь пришло время. Я приношу покаяние перед ними. По-разному. А другие нападали. Я ничего не сказал. Ну, по суду-то можно. Что-то отняли. А потом реабилитация пришла. Потом все начали возвращать. Вот два дома мне вернулись. Счет похищенного. Так а зачем осудились? Ну, как? Я имею это право. Павел говорит об этом. Защищается перед Фестом, перед Феликсом. Иосиф Изуз, когда в винощерпи был освобожден, он говорит. Ты напомни там, что я невинный сижу. То есть, это разрешается. Как относиться? По-разному. Разному человеку. Вот я говорю из собственного опыта как. Когда просто на меня нападают. Один я приехал, там меня... Ну, никакой разницы мне нет. Я вообще их не замечаю. Их мнение, говорит Иоанн Златов, спискомара, жужжание жука и карканье вороны. Я молюсь о них все время, чтобы в судный день Господь не вменил им этого безумия. У них не все ладно совсем. Вот и все. Да, мирские люди приходятся им эпитеты мирские брать. Мне один написал. Лучше бы, говорит, от материи легче перенести было. А я совершенно законной лексикой пользуюсь. Но все увязано со Словом Божьим. Вот такой ответ. Спасибо, Христос. Это опыт. 55 лет. Матфея 5, 13. Вы, соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Толкование. Пророки посылались к какому-нибудь одному народу. А вы, соль для всей земли, исправляющая беспутных учениям и обличениями, дабы они не порождали непрестанно червей. Посему не оставляйте горьких обличений, хотя бы ненавидели и стали гнать вас. Если учитель потеряет ум, то есть если не будет учить, обличать и исправлять и разлениться, то чем исправиться? Он должен быть лишен учительского сана и подвергнут презрению. Комментарий Игнатия Лапкина. Горькими обличениями называется то, что причиняет горесть, обиду, затрагивает оскорбленное самолюбие. Не случайно Слово Божие называется мечом обоюдоострым, которым можно и рассекать, и поразить самого себя. Откровение Иоанна Богослова говорится. Откровение 6.6. Еле же и вина не повреждай. Елеем называется то Слово, которое умягчает кротостью увещаний. Вином же называется строгость обличений. Проповедующий, решившийся нести Слово Божие, не должен повреждать свойства Слова Божия, взирая на лица. То есть в большинстве случаев обличительные грозные слова говорят к нижестоящим, а к вышестоящим, имеющим власть, говорят слова ласкательства. Говорить обличительное слово по отношению к имеющему власть умерщвлять, кто способен на это? Библия показывает нам таких героев веры бесстрашных обличителей. Пророк Илья, пророк Иеремия, первомученик Стефан, апостол Павел. Жития святых показывают нам много подобных примеров, как Иоанн Златоуст, Феодор Студит, Максим Исповедник, Исааки Далматский, митрополит Филипп. Нас более всего интересует обличительное слово к правителям России. И здесь мы можем задать вопросы. Почему церковь была так бедна бесстрашными обличителями в адрес царей, патриархов, епископов? Громили тех, против кого шла государственная власть, говорили об общем низком духовном уровне. Но чтобы конкретно к царям, как Иоанн Златоуст против Евдоксии, как Илья против Ахава, этого не было никогда. Почему блаженный Феофилакт обращается не только к стоящим за церковной кафедрой, но ко всем вообще, цитирую, «не оставляйте горьких обличений, хотя бы ненавидели и стали гнать вас». Более всего, конечно же, это касается священнослужителей. Разве патриарх не видит, что сделали правитель и кривите со всем народом, как обокрали его, как уничтожается нравственность? Почему ни в одной речи он не обличает президента, правительства, епископов? Если учитель потеряет ум, то есть, если не будет учить, обличать и исправлять и разлениться, то чем исправится? Если нет обличения, значит невозможно ждать и исправления. Златоуст называет обличения скальпелем хирурга, прижиганием, отсечением. Оставляющие горькие обличения обрекают не только свою паству, но и всю страну нагниения, и как потерявшие ум заботятся о каких-то диссертациях, богословских званиях. Где эти уроки обличения для семинаристов, в какой предмет они заложены? Чтобы обличать и исправлять кого-то, нужно знать отступление того, кого обличаешь, и в чем он отступает от заповедей Божьих. Это изречение Феофилакта должно быть сегодня вывешено в виде плаката во всех храмах. Не оставляйте горьких обличений. Если учитель потеряет ум, то есть если не будет учить, обличать и исправлять, и разлениться, то чем исправиться? Вопросы? Светителя Филиппа забыли, он Грозного обличал. Был перечислен. Митрополит Филипп, да, я перечислял, после Исааки Далмавского. Не знаю, может быть. Прослушал, значит. Прослушали, да. Так, нет вопросов по обличениям. Вроде как, есть такое, обидчики, самохвалы, вроде как, обижать это грех. А здесь, как бы, противоречие некое. Обличайте, даже если будут обижаться на вас, не зирая на это. И где вот эта грань? Между обличением и оскорблением. Тут даже вот видно, что затрагивает оскорбленное самолюбие. Как отличить, оскорбляет тебя человек или желает исправить? Игнать Тихович. Уже разбирали этот вопрос, но я думаю, он сложный. Вы знаете, что человеку это будет неприятно. И все равно говорите, что вас движет? Я не раз говорил, что самая сегодня чудовищная ложь, то, что образуют миссионерские отделы. Были ученики пророчествия у пророка Елисея. Но кажется, а как пророчествовать научить? Это проповедь, чтобы шли к народу. Пророчествовать, это не означает говорить вперед, что с собой завтра будет. Моисея, это много ли он пророчествовал? Одну строчку. А остальное-то он описал. От начала творения ему Бог открыл. Пророк знает прошлое, настоящее или будущее открывает ему. А вот где молчать и как? Это опыт. Поэтому то, что спрашивать, это уже относится к миссионерскому делу. Как вести? Как сказать? Этому научить нельзя. Передать нельзя. Слова я буду говорить мои сейчас, а это ничего не значит. Вот что сказать? И кому? Это только Дух Святой может указать. И при том события такое же самое. В одном месте ты говоришь, а в другом не говоришь. И говоришь там, где тебе опасность грозит, а где все расположено было, не говорит. Меня привели, там хоронят человека. Пригласили меня, отвезли туда к нему, чтобы я сказал проповедь. Я пришел, помолился. Устав закрытый. Я говорю, нет, здесь нельзя говорить. Ну, как хозяева пригласили вас специально, они вас где-то слышали. Там понравилось. Я говорю, нет, закрытый выстав. И только потом, потом уже узнают, в чем это дело. Нет, я ни одного слова не мог сказать. Я стоял только и все. Я его, во-первых, не знаю раз. А во-вторых, я доверяюсь Богу. Опыт передать нельзя. Этим надо жить. Вот я тебе сейчас прочитаю один стих и скажу, ты его выполнишь. У меня сегодня нет ни одного человека живого, который бы это выполнил. Запиши. Псалом 118. 164 стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Семикратно. То есть, семь раз. Мы так, семь раз, это ни утренний, ни вечерний молитв в счет не входит. А вот ночные, и сколько-то раз в нем молился. Ну и как? Я не могу объяснить, как. Если будет видно, там я могу показать, что вот это вот. Щетки, Лестовка. Это три святое и сто поклонов. Это один раз. И своими словами. Нужда, о чем молиться, просили люди. И почему-то, когда начинаешь молиться, постоянно идут звонки. Помолитесь. Сына там увезли на операцию, не знаю, в другом месте еще что-то. То есть, как будто бы приоткрывается дверь какая-то. Столько просьб идет. Я с другими разговариваю. А почему тебе не звонят? Не знаю. Мне сегодня только сколько звонков было. Хотя я отношу на другой день. У меня сегодня другим заняться надо. Времени нет даже разговаривать. А как передать? Никак. Во-первых, у тебя звонков нету. А во-вторых, люди зазвонят, чтобы они верили, что будет обращено на это внимание. Что его обстановка может разрядиться. И даже если ничего не изменится, он будет знать это решение. Как это можно передать? Притом, такие случаи на один день, ни одни, ни два. И все разные. Все разные. Вот я буду говорить, они там докторские звания имеют. И они на меня смотрят. Для них-то я кто? Никто. Вошка-бложка. Вот меня пригласила сестра в новосибирскую школу. У нее дети там учатся в новосибирске. Больше миллиона людей. И вот два-три класса в один класс сбивают. Меня заводят. Зауч со мной ходит. Другой рядом через коридор. Еще там два-три класса. А, Б, В, там седьмой класс. Затра восьмой. В течение одной недели я всю школу обходил. И она потом говорит при учителя. Говорит, я первый раз вижу. Вы входите первый раз. Вы знаете, что мы ничего не знаем. Вы делаете вступительное слово. И ни разу не повторились нигде. Я записывал все. Как это можно? И что это вступительное слово для новоначального. Это всем понятно. Но почему вы... И как это все разное-то может быть? А я ей ответил так. Она даже удивилась. Я говорю, захожу в класс и смотрю, что на стене есть. Если картина, я начинаю об искусстве разговаривать. Мировая галерея картин. Если я зашел там математические цифры, я начинаю говорить о математике. О днях творения и прочее. То есть, вы мне темы-то даете. Не я их сам ищу где-то. Она тоже удивляется, как? От Бога. Я от Бога. Вот Неемия стоит. Почитайте первая-вторая глава книги Неемии. Он был в виночерпе. А виночерпе – это фигура очень близкая к царю. Через него могли отравить кого-то. И он царь говорит, отчего у тебя лицо печальное? Ты болен? Нет. Я, говорит, истинно испугался. Почему? Глаза что-то бегают у тебя, Салин говорит, все, в этот же день ты уже в ГУЛАГе будешь. Я сильно испугался. И потом я помолился и сказал. Да где молиться-то, когда рядом вельможи стоят, персидская страна? Домашние молитвы. Я сказал, Господи, по молитвам, которые были, ответь. И вдруг царица, и так, что у тебя случилось? Он говорит, народ мой такой, в изгнании. Столица разрушена. Враг действует. Отпустите народ. Уже сколько лет были-то. И началось сходотайство, и Верховная Дума отправляет их домой. Все. Рада решила в их сторону. Почему молитву пришли? Я помолился. Он ни рукой не крестился внутри. Этому научить нельзя. Передать нельзя. Я могу только опытом делиться, как Бог это делал. Понимаешь, это нельзя передать никак. Вот меня посадили, нулевка, где всех скидывает на ночь. Дальше в первый день тебя будут распределять по камерам. У меня какая-то надпись от КГБ тогда была. КГБ. Написано, что и главное. Сразу же пришел политотдел. Ульяновский Владимир Александрович. Улыбший такой человек. Так, куда вас посадить-то вот? Я говорю, туда, где не курит. Он говорит, да такой камеры ни одной нету. Так, подожди-ка. Вот тут у меня один есть, говорит. Он директор. Во главе директоров за паровоза идет. То есть во главе секретарей там. Большая там взятка где-то была. Их сажали, а он главный там был. Туда вас. А дальше я все в книге описываю, как было, как я вошел в камеры. И как дальше началась там моя новая жизнь. Какое будет свидетельство. Начальник тюрьмы будет вызывать. Умрет по-христиански. Следователь примет троекратное полное погружение. Это нельзя сделать, нельзя сказать. Я могу сказать, Господь, благодать. Господь и благодать. Тебя там нету совсем. Но ежедневно я молился. Вот как написано, семикратно в день. У меня с вечерним утром семикратно. Каждый заход на молитву был час или полтора. Псалтырь просчитывал за два дня. Новый завет за неделю. Это все в это входило. И каждый день два часа проповеди. У кого было такое? Я спрашивал с теми, кто сидел, как Глеб Якунин, Зоя Крахмальникова, Александр Огородников. Ни у кого даже в помине этого не было. Это нельзя пристроить. Это Господь делает. Я только ноги подставляю, успеваю идти. А меня Господь толкает, куда надо. Вот я что могу сказать. Молиться надо. Творить милость, не плакать, поститься, не нарушать правила. И, может быть, Господь обратит на тебя внимание. А не быть твердолобом. Замещание только не сделаешь. Он все на своем настаивает. Ну, ты сначала выслушай. Может быть, этот вариант и лучше будет. Никаких уже свое. А вы выслушайте, я говорю, абсолютно всегда. Если я на 100% уверен и времени нет, я скажу, делаем так. Ну, маловажно. А обычно я все выслушиваю, записываю, а потом молюсь. И как? Очень легко. Вы помните, когда вентиляцию делать, что с ним говорить? Он, не надо, дом-то за мной числится. А я тогда встал и сказал, я согласен. Так там Надя Додмуха, она меня целует, смеются все. Когда Ев говорит, я улыбнусь, а они не верят. Ну, что у нас все строго так. У нас строго очень все. И в лагере было строго. Строго. Что значит строго? Воли не давал. 45 лет. Прикиньте. Раньше было в среднем 108-109 человек за лето. Государство ни рубля не дало. Ни рубля, только преследовало. Ни одного повреждения, ни одного отравления, ни одного утонувшего, ни одного сгоревшего. Вот это что-то стоит. Результат. А как это? От Бога. Благодать Божия. Вот это означает миссия, которую я выполняю всю жизнь. Миссия, на что меня Бог послал. А которые нападают, они ничего этого не имеют. Я могу только скорбеть. Вот сказал, а как отмечать? Ну, есть такая, как сказать, грань, за которую нельзя залазить. Они залазят. Я их щелк, и они заблокированы. За последние, примерно, два месяца я заблокировал больше пяти тысяч. Тысяч! Ну, вообразите, да может, на всю Москву это не было. Вокруг меня не сотни, наверное, тысяч этих злодеев, демонов. И ничего, благодарю каждый день. Благодарю тебя, Господи, за гонителей, за благословителей, за всё. Но если дело Божие рушит, и никому я не отвечаю, никому. Почему? В роликах всё сказано. Вообще не отвечаю. Отвечаю крайне редко, когда вижу. Помолюсь, и тогда можно дать ответ. И то, да, два буквы. Вот как. Видишь, какой ответ-то получился. Отошёл. Спасибо, Христос. Иван Гелетман, Матфея, 5.14. Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Толкование. Сперва соль, потом свет. Учение сначала неприятно, потому что обречает человека. Но потом оно делается утешительным, ибо просвещает ум его. Кто обнаруживает делаемое в тайне, тот есть свет мира. Эфесянам 5.13. Всё же обнаруживаемое делается явным от света, ибо всё, делающееся явным, есть свет. Апостолы просветили не один народ, но весь мир так поучает их подвязаться и быть внимательными к своей жизни, ибо на них будут смотреть все. Не думайте, говорит он, что вы будете укрываться в каком-нибудь углу. Нет, вы будете на виду у всех, а потому старайтесь жить непорочно, дабы не сделаться соблазном для других. Вопросы. Вот читаю эти строки и думаю о нашем видео-YouTube-канале. Сколько просмотров, Игнат Тихонич? 19 миллионов 200 тысяч. Микрофон, микрофон не включили. 19 миллионов 200 тысяч. То есть, вот в июне, думаю, будет уже 20 миллионов. Миллионов. А у нас не называем так, что дай посмотри, это такое, как обычно называют, я вижу у священников, я беру название места Писания. Много ли таких роликов, которые проповедуют Библию? Вот из 10 роликов у меня примерно 9 названий места Писания. Это тоже необычно. Стихотворение 36 строчек, и напротив каждой строчки 36 раз надо открыть Библию. Откуда мысль взята? Понимаете, здесь какой труд-то стоит. Это человеку просто невозможно, любой скажет. А как? А Бог говорит. Я успеваю едва записать только. Повторяю, 3467 стихотворений, я их называю проповеди в стихах, и ни одной поправки нету. Нету, просто пишу из чистого листа. Как это может быть? Не знаю, я смотрю на все, считаю сегодня, будто я их первый раз вижу. Совершенно, это не мое, настолько выше моего разумения. Я хвалюсь моим Господом, это Бог живой, отвечает на живые молитвы. Я от этого ничего не имею. Потому что живой опыт, он тебе сконцентрирует все, что в Священном Писании говорится. Мне же ходатайствовать приходилось о Потеряевке, там больше 30 раз только в Краевой прокуратуре. Может, полста раз Краевой администрации. И везде встречи, везде беседы, везде благовестия. Это вообразить даже нельзя, что Бог дает. Я же всем могу рассказать, живой Бог, и как Он отвечает. Я только иду, а уже там все готово. А как? Я помолился. И вы верите в это? Да мне, у меня и веры никакой тут не надо. Я просто знаю уже, не то, что верю, а знаю. Впереди Господь уже ангела послал. Вот так. Все. Матфея 5.15 И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светят всем в доме. Толкование. Я, говорит, зажег в вас благодатный свет и поставил на высоте, Дабы вы светили всем, чтобы этот свет благодати не погас в вас, и чтобы свет в вашей жизни светил и другим, это дело вашего подвига. Не сказал, вы показывайте свою добродетель, это нехорошо, но светит она сама так, чтобы и самые враги наши подивились и прославили не вас, но отца вашего небесного. Вопросы? Шестнадцатый стих. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли отца вашего небесного. Толкование. Посему, когда мы делаем доброе дело, то должны делать его не для своей славы, а для славы Божией. Семнадцатый стих. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Толкование. Так он намеревался ввести новые законы, то, чтобы не почли его противником Божиим, он в отвращении такой мысли говорит, не нарушить пришел я, но исполнить. Как же он исполнил его? Во-первых, он исполнил его совершением всего сказанного о нем пророками. Посему евангелист часто говорит, да сбудется реченное тем или другим пророкам. Исайя восемьдесят три девять. Он исполнил законы в том смысле, что восполнил его, ибо он в полном совершенстве начертал то, чего закон представлял одну тень. Закон сказал, не убей, а Христос, и не гневайся напрасно. Вопросы? Правильно я понимаю, что не гневайся напрасно. То есть не напрасно можно гневаться, а напрасно нельзя. Правильно. Есть гнев праведный. Господь вошел в храм и воззрел с гневом на торгующих в храме. Взял бичи и стал выгонять их. И говорит, дом мой домом молитвы налечется, а вы сделали овертепом разбойников. Так и мы, видя брата согрешающего, должны выговорить ему, не с гневом, конечно, а с таким праведным гневом, с любовью пламенеющей. Кто бы соблазнялся, за кого бы я не воспламенялся. То есть вот это вот воспламенение, оно очень схоже вот с таким, ну, с гневом. А если правильный гнев, то есть. А что значит напрасно разгневаться? Вот здесь вот я уже затрудняюсь ответить. Игнать Тихонович, как, значит, тут напрасно и не напрасно? Гневающийся напрасно. Примеры приведите нам, чтобы нам яснее было. Напрасно, это зряшно. Он говорит, что ты напрасно угонишь, если выдумываешь. И гнев напрасно, и из-за чего? Что, из-за чего ты сейчас возмутился? Чем? И смотришь, а ничего из этого нет. Ну, давай, сделалось по-твоему. Что изменилось? Ничего не изменилось. Это слово надо просто разобрать. Напрасно, то есть, закончится ничем. Пшик. А ты сражался тут, готов был, говорит, голову разбить. Гневался. Ну, отойди от этого. Нет, я ему сказал. Поставил себе задачу. Вот в одном городе у меня знакомый был. Всех собак истребить. Ну, и всех истребили. А люди-то хуже всяких собак остались. А тебя могут и убить, и отравить. Потому что люди любят животных. Возможно, нет, невозможно. Надо подумать и кротко принять. Нет, это невозможно. Почему? Потому что город огромен. Следят за этим тысячей глаз, и тебя просто ухайдакают, как говорят, убьют. А зачем гневать? Да вот они и смотрят власти. Сиди, занимайся. Сиди тихо, чтобы можно было слюну проглотить. Я каждый раз думаю, вот я бы здесь вот сказал. Теперь, что из этого изменится? Я думаю, вперед. Я рассуждаю. Мало того, с кем-то поговорить. Что делать? В самом деле, ну, власти никак за этим нисколько внимания не принимают. Вижу, что бесполезно. Во-первых, потом ничего это никому не даст. Все остается так же. Это надо все взвесить. А вы вмешиваетесь? Да, и сейчас реже, а раньше я довольно часто вмешивался. И как власть реагировала? Почти всегда положительно. У меня во власти врагов вообще нету нигде. И что делали? Делали. Ну, вот я говорю, едем в тюрьму, и я вижу, как асфальт так прогнулся, не провалился. И его объезжают, и прям почти их в остановку машины-то заезжают. Я говорю, а почему? Военные, я еду-то с военными. А почему ничего нет? Да и власти ничего не надо. Меня этим нисколько не успокоили. Я вернулся, начал названивать там, где ГАИ и то другое. А едем раз в неделю в тюрьму. В следующий раз я поехал, гляжу совершенно ровно. Я спрашиваю, что, о, тут Камазов понаехал, технику пригнали, все загладили асфальтом. Так напрасно, не напрасно. А который начальник там был, а я еще встретился, который ответственный. Я сурово с ним поговорил. Вот вообрази такую картину. А вам какое дело? Это вам дело должно быть. Мое дело не здесь, я в других местах. Мне обидно, значит, говорит, за державу, за конкретное, что на своем участке вы не делаете. А он не делает. Люди идут по тротуару и ветками там пригибаются. Что вы делаете? Виктор Николаевич Савченко. Мы с ним взяли лестницу, стемнялось. Ножовку я сам наточил. И пошли. И прорубили, как просеку, до конца улицу всю, до проспекта. Нам не то, что платили. Мы старались сделать тихо. Отпилили. А потом там собрали, кто там уже живет. Все, теперь все ходят. И надо же, вот власти, смотри, как заботятся о нас. А власти вообще не касаются тут. Понимаете как? Ну, я перед Богом стою. И, значит, мы должны здесь смотреть. Вот бывает, особенно у школьников что-то не так. Где-то, заметил. Я обязательно пойду до директора, дойду и начинаю стучать. И повторяю, в абсолютном большинстве положительное было. Прям целая акция такая бывает. Написать, говорить. И все-таки дело начинает двигаться. Но если бы не сделали, не сделали, это позор нам. Стыдно, говорит, за державу. А какое отношение к Богу имеет? А я там уже скажу. Вот вообрази. Стоят женщины. Я иду мимо большой организации, профсоюзной, по краю. И стоят две женщины, курят. Я думаю, я подойду, сейчас им скажу. Я их уже не раз видел. Они выйдут и покурят на улице. А там асфальт кончился, а тут щебенка насыпана, камушки-то. А я всегда в сапогах хожу-то, а ноги-то не очень поднимаю-то. Я как шагаю быстро. Я как шагнул-то этот камушек-то, подцепил. Он полетел и ей прям по папироске ударил, и папироска вылетела. Это вообще нарочно не сделаешь. Даже, я не знаю, пыли не сделал бы так. Но я подошел и говорю, курить это вредно. Я говорю, да мы уже увидели это. Улыбнулись друг друга и все. А бывает другой бросит курить. Маленькие такие. Из маленьких это мозаика складывается. Едешь, он такое делает. А нужно, говорит, или не нужно? На корабле едем? Я стал говорить, и вот где выходишь, где прогулочная-то, все заполнено с людьми. А Виктор в это время стоит и снимает. У нас ролик стоит. Мы море переплываем, Балтийское, из Швеции в Литву. Вот Бог так делает. Говорит, не говорит, не знаю. Я молчал. И вдруг момент, меня как-то толкнул. Говори. А тут русские собрались, едут-то. Там рядом же все. Я стал говорить. Так они мне дайте адрес ваш, да как связаться и прочее. Это Бог делает. Ты что не делаешь? Прославь Господа. И даже удивишься, потом устрашишься. Это Бог ответил. Это вообще. Вот конкретно сейчас. Выходит у нас сестра Антонина Сироткина. Она каждый год мне помогает. Я за компьютером 14-16 часов каждый день. Вот сегодня я 15 минут второго ночью сел. Но только не считая богослужения. Дальше опять сижу здесь. Ответы все время там где-то писать. Приходится ролики ставить. Я сказал, а морковки у меня нет. Я морковкой спасаюсь. У меня глаза сразу заболели. Ну просто заболели. Врач приносит. Жена, не знаю, каплю принесла. А тата говорит, а у меня, говорит, ни си самой морковки нет. Ну и все, нету я. Я не прошу, а как бы намеком даю. Сейчас с батюшкой сидим. Я в окно смотрю. А Кудравцева Галина Николаевна в окно стучит. Я говорю, а что ты пришла? А я, говорит, нашла у нас в погребе морковку. И целый мешочек принесла. Не просил ничего. Я вот перед этим скорее-скорее натер. И каротин для глаз нужен. Это нельзя так... Ну, я же не думал, что она там имеет, найдет. И она пришла, не успокоилась, пока не нашла, не принесла. Она, может, просто так думает. А я знаю, это мой Господь и ангел подвигнули ее. Да какая же ты сестра? Умница-то как-то. Она улыбается. Она у меня главная над моими книгами. Вот думал ли я, что столько у меня будет сыновей и дочерей? Нет. Да какие? У меня дядя говорил, сам я никудышный, но зато друзья у меня какие. Так я могу сказать. Вот даже это общество Господь собрал. И уже прямо ждешь. Никуда не идешь. Вот так надо научиться во всем видеть промыслительную заботу Божию о нас. С Богу слава. Аминь. Матфея 5, 18. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, Ни одна йота или ни одна черта Не придет из закона, Пока не исполнится все. Толкование. Здесь показывает, что мир Придет и изменится. Посему говорит, что пока стоит вселенная, Не придет ни малейшая буква из закона. Вопросы. Матфея 5, 19. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших И научит так людей, Тот малейшим наречется в Старстве Небесном. А кто сотворит и научит, Тот великим наречется в Царстве Небесном. Толкование. Малыми заповедями называет не заповеди закона, Но те, которые он сам намеревался дать. Малыми же называет их по смирению, Дабы и тебя научить не высокомудрствовать в учении. Малейшим наречется в Царстве Небесном, То есть тот, Кто сам не исполняет заповедей И учит других, Не имея дел, В воскресенье окажется последним И будет брошен в гиену. Не думай, что он войдет в Царство Небесное. Нет, в Царство Небесное не войдет тот, Кто учит других, Сам презирая и попирая заповеди. Но под Царством, Разумея здесь, В воскресенье. Наперед сказал, Сотворит, А потом уже научит, Ибо как мне другого вести по пути, По которому сам я не хаживал? С другой стороны, Если я и творю, А не учу, Не буду иметь такой награды, Но заслужу даже наказание, Если не учу по зависти Или поленности. Вопросы? Пожалуйста, Игорь Иванович. Микрофон не включили. Так, включилось? Да. Вот смотрите, Прочитали слова какие. Ибо истинно говорю вам, Доколе не предет небо и земля, Ни одна иота или ни одна черта Не предет из закона, Пока не исполнится все. Вот я вопрос ставлю сейчас ко всем. Скажите, сколько в Библии полной черточек? И сколько и иоты? Чтобы узнать, пропало, не пропало, Ты должен знать наличие у тебя. Если 100 рублей осталось считать, А у тебя 90, Значит, 10 кто-то куда-то увел. Вот смотри, Теперь я поставил этот вопрос И засел за эту работу И высчитал на каждую книгу Не просто так, А сколько, Ну, книг-то 77, Сколько глав в этой книге, Сколько стихов, Сколько слов И сколько букв На все 77 книг, У меня два человека сидели, Помогали на калькуляторах, Все подсчитано. И теперь общая составляющая. Вся Библия с неканоническими книгами, Кто хочет, запиши быстро. 77 книг. 1361 глава. Готовая, запишите. 1361 глава. 37 082 стиха. 37 082. 669 284 слова. 669 284. И 3 172 512 букв. И на каждую книгу Вот эти 4 данных. Глав, стихов, слов, букв. И дальше. Во всей Библии полной. Сколько точек? Так один раз услышать. 27 782 точки. Запятых. 86 464. Точка запятой. 12 268. Двоеточие. 11 012. Вослицательных. 2170. Вопросительных. 3 362. То есть вопросительных на тысячу больше. Кавычек. 2050 скобок 4 308. Пробелов 710 040. Итак. В Библии черта. Вот это к чему все подводилось. 3 440 раз встречается. Черточка. Вот это запиши. 3 440. А ИО-то буква И краткая. 26 055. Я вот выдаю данные. Ну все считали. Я вопрос просто оставлю. А почему никто не занялся этим? Да кому это надо? У меня вопрос так не стоял. Раз говорится, что может потеряться, не пропадет. Я должен узнать сколько. Да это что в дурдоме проверять. Ничего на свободе это сделал. Данные, за которыми сегодня ищут люди. Вот и все. Ты должен быть живым. И поэтому возраст еще не влияет. У меня есть данные. Я с радостью ими делюсь. Все. И сколько. Гнатьев, ну это здесь. Я насчитал. Это синодальный перевод, правильно? Синодальный. Синодальный. Полная Библия синодальная. 77 книг. Я ее насчитывал. Запиши. 89 часов. 89. 55 минут. 38 секунд. И объем 5,2 гигабайта. 215 файлов. Но у меня получилось побольше. Теперь по-новому разбили. Где-то 256, кажется. Итак, 89. Без 4 минут. 90 часов. 90 часов. Это 3 месяца по часу в день. И Библия просчитана. 3 месяца. Если по полчаса, ровно полгода. Если ты будешь считать там по 15 минут, ну тебе на год как раз хватит. Вот данные-то какие. А то Библию некогда считать. Жизнь живет, еще ни разу не прочитал. Это неправильно. Если ты любишь, да не отходит сия книга от уст твоих. Уст, это значит слух надо считать. Не от глаз. Я вот один стих растолковывал. Вначале спорить. Я говорю, когда говорят собороваться, помажут елеем, то человек должен болеть лежащий. Да ну вы придумывайте. Тут все приходят, сейчас мажутся. Я говорю, нет. Пусть призовет пресвятеров. Слово призовет означает к нему с выездом. Не он пойдет в церковь, а вы стоите здесь. И второй помолится над ним. Над ним. Не с ним. Не рядом. А над ним. Над ним склонившись, как над Сергеем парализованным. Из Воронежа. Козлов. Призовет пресвятерок. И вы сколько нарушений-то делаете-то. Ну вот и все. Ну надо просто грамматику, как говорится, уважать или что. Все у меня. Матфея 5.20. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Толкование. Под правдой разумеет всякую добродетель, подобно как в словах. Иов же был истинен, праведен, непорочен. Иов 1.1. Итак, вострепещи человек при мысли о том, сколько от нас потребуется. Затем Господь научает нас, как нам превзойти книжников и фарисеев и исчисляет добродетели. Матфея 5.21. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. Исход 20.13. Толкование. Показывает, что закон отменен, а если отменен и почти уничтожен, то его должно оставить и поспешить к новому. Матфея 5.22. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему, рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит Эгиене Огненной. Толкование. Пророки, приступая к изречению пророчества, говорили. Так говорит Господь. А Христос, показывая в себе божественное полновластье, говорит. Я говорю. Те были рабы, а Он Сын, имеющий все, что принадлежит Отцу. Кто гневается на брата своего, тот будет осужден. Но если кто гневается справедливо, для вразумления и по духовной ревности, тот не будет осужден. Так апостол Павел гневно говорил Елиме Волхву и первосвященнику. Впрочем, не напрасно, но по ревности божественной. Напрасно гневаемся мы тогда, когда гневаемся из-за имения, из-за чести, из-за желания отмстить за себя. Рака значит то же, что ты. Поскольку презираемому нами человеку мы обыкновенно говорим «поди ты», то располагает нас не оставлять без внимания и сего маловажного выражения и уважать других. Некоторые говорят, что рака сирского значит гнусный. Таким образом, если кто станет поносить брата своего, называя его гнусным, то будет подлежать суду собора апостолов, когда они сядут судить двенадцать колен. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Некоторые признают этот приговор слишком строгим и тяжким, но несправедливо. Ибо не достоин ли гиены тот, кто лишает брата разума и смысла? Чем мы отличаемся от животных бессловесных? Кто поносит и бесчестит, тот прекращает любовь. А с прекращением любви уничтожаются и все добродетели. Подобно как при любви все они в силе. Итак, поноситель, прекращая любовь, прекращает все добродетели. И посему справедливо подлежит гиене огненной. Вопросы? Да, казалось бы, ну что тут такого, там, дураком назвал, и за это тебя у вас. Сколько раз мы друг друга-то называли. Ну вот толкователь нам и говорит, то есть, с поношением, если прекращается любовь, то есть, ты уже брата ненавидишь. Ненавидящий брата есть человека-убийца. То есть, от ненависти, говорят, от любви до ненависти один шаг. А тут уже ненавидит, то есть, уже до убийства один шаг. Не хочу тебя видеть, значит, ненависть. А не хочет видеть, ну, понятно, что желает смерти. Осторожно надо быть со словами. Выбирать их, конечно, всегда. И далее, евангелист Матфей продолжает эту мысль, 25-26 стихи. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не верли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кондрата». Некоторые думают, что соперником здесь называется дьявола путем жизни, что Господь внушает следующее. «Рассчитайся с дьяволом, пока ты находишься всей жизнью, дабы впоследствии он не стал обречать тебя за грехи, как бы присвоившего какую-нибудь его собственность. Тогда предан будешь наказанию, пока не изгладишь и последних, самых малых грехов, ибо кондрат равняется двум лептам. Но ты разумеешь, что Господь говорит это о здешних соперников, научая не судиться и не переставать делать дела Божии. «Если тебя и обидят, говорит, не входи в суд, но помирись на пути, дабы при представлении соперникам сильного оправдания не потерпеть, либо худшего». Вопросы, пожалуйста. Почему-то два предыдущих стиха пропустили. Какие? А, если ты перенесешь твой к жертвеннику, да, виноват. Матфея, 5 глава, 23-24 стих. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Толкование. Бог отказывается и от собственной чести, лишь бы мы хранили любовь. К словам, брат твой имеет что-нибудь против тебя, не присовокупил еще ничего, справедливо ли или несправедливо имеет он, примирись. Притом не сказал, если ты имеешь что-либо против него, но если он имеет нечто против тебя, постарайся примирить его с собою. А дар повелевает оставить для того, чтобы поставить тебе в необходимость к примирению. Ибо ежели при всем пожелаешь принести дар твой, то по необходимости должен будешь примириться. Но с ним вместе показывает и то, что любовь есть истинная жертва. Благодарю за замечание, что-то перескочил. Вопросы. Романов, Роликов, вопрос. Получается, психиатрам нельзя работать, нельзя называть людей безумными. Кто хочет ответить? Ну, тут, понимаешь, Роман, ты внимательно, когда читаешь Священное Писание, 22 стих, А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата. На брата, понимаешь? В психушке-то, ну, не все же верующие, братья-то, понимаешь? Безбожники, психически больные, они еще называются бесноватые. Слово сказать, я изучал этот вопрос, он сказал, что шизофрения, в простонародье раздвоение личности. Вышел из себя, говорят, как он из себя может выйти-то? А это значит, что он бес в него вселяется, и он теперь не тот, что раньше был. Он может в огонь, в воду, отматерить кого-нибудь и сбить, потом раз, успокоится, опять нормальный. Шизофреник. Потом опять выскакивает, опять может до гола раздеться, по улице бегать. Ну, то есть, и у него, какой он нам брат-то? Он психически больной, нездоровый, бебес. Брату, а здесь-то он больной, ну, дурака дураком назвать, какой я тут грех-то? Он действительно, Господь разум ему разил. Брату, Роман, брату, понимаешь? Черное-белое, если назовешь, если он брат, у него есть ум, он не животное, не скотина, он верующий, у него отец небесный, такой же, как у тебя. А ты, говорит, у тебя мозгов нету, ты вот там. Правильно, Гнать, тихо, сейчас рассуждаю? Нет. Если, говорит, дурака, говорит, в дурдоме дураком назвать, это грех. А как же Давид говорит, 13-й, 52-й Псалом, сказал, безумец, сердце своем нет Бога. Ему название безумец. А теперь Христос говорит, как? Безумные слепые. Что больше, храм или жертвенник? Господь для нас высший пример. А почему он действительно без ума поступает? Он враг всякой правды, сын дьявола. Тут здесь очень трудно нащупать это, где можно сказать нельзя, само дело покажет. Но ты держись в священном Писании. Не верующий в Бога, безумный. Безумец. Почему? Да, Дух Святой так назвал их через Давида. И всё. А вы такие там безумные и слепые. Ну, кто сказал? Господь. То есть они Писание не знают и всё переворачивают. Безумные и слепые. Поэтому... А как не согрешить? Не разговаривай. Это такое дело, где обойти никак невозможно. Куда, говорит, никак не брось, шипом всегда будет кверху. Шип. Такой есть плод колючий. Ну, хоть как переверни, везде торчат шипы. А если промолчать? Ну, промолчишь, говорит, один раз пожалеешь. А скажешь, сто раз пожалеешь. Речь идёт не о защите истины, ничего, а об обыденной жизни. Вот и всё. Тогда всё становится на место. А об обыденной тогда ничего нет. А за истину? Ну, трудно найти слова, которыми бы не определяли святые отцы. Конкретно показывают. Да и о себе они, как говорят, уничиженно. Я червь, а не человек. Это Давид говорит. Так и здесь, говорит. Звери лютые. Звери. Свиньи и псы. Златоуст начинает говорить проповедь. Но если это нельзя говорить в одном слове, то нельзя и во многих словах. Однако он говорит. С кем я сравню вас? С лошадями? Нет. Там только навоз остался. А вы разговорами кучи навоза принесли сюда. Дерьма своего. И дальше поясняет. Вот такие это. Человек хуже. Зверь, волк. Человек хуже. В нём все звериные качества. Весь зверинец в душе. Но, говорит, и зверь этого не делает. Демоны. И демоны этого не делают. То есть вы хуже демонов. Это он прихожанам говорит. Демоны, они... Ну, нигде они... Мы не видим, что пьяные были, сребролюбивые. Этого нету за ними. Там ненависть, войны, другое дело-то. И поэтому даже с демонами я не могу вас сравнить. Но это оскорбление или не оскорбление? А ведь это худо-бело. Полторы тысячи лет считают люди. Притом считают не одни православные это. Это и католики, и протестанты берут, считают. Тут этот вопрос очень трудно. Обойти только молчанием. Ну, и за истину восстаёшь. То есть слова библейские можешь сказать. Они понятны, скажи этим. Вот я когда говорил, обижаются. Настолько обижаются. Говорят, лучше бы отматерили. Легче перенести. Я прямо показываю, что вы делаете. На что это похоже. Когда вы всё разбрасываете. Гибель людей приветствуете. Ну, верующие. Меня душила вот в 17-м году организация Роспотребнадзор. А они прямо исходили в истерике. Так его давите, добивайте его. Он сектант, сатанист такой. Это верующие. Притом верующие, пришедшие из сектантов. Ещё ничего нет у них. Кроме этого, вопли ничего нет. Мы уже далеко-далеко впереди прошли. Вот я сказал Сергей, спросил ты. 19 миллионов просмотров. Это всё-таки какая-то цифра. Бог только знает, как это примет. Чтобы не согрешить, значит, не грешить. Не говорить ничего. Молиться и всё. А в разговоре ты всё равно согрешишь. Ну, Тайан Золотовец говорит, а люди толстые стоят. Ну, как у нас он. Я никогда не думал, что у нас в общине будут такие жирные люди. Я думал, что все уже уверовали, они поститься будут. Не тут-то было. И он говорит, ты что, тебя в жертву хотят принести? Ну, жирных баранов приносили-то. В жертву приносить? Или ты готовишься, как город к осаде? Ну, там, где в осаде-то не будет пищи. Скорее-скорее наедайтесь. Куда такое чрево? Выкатились от жира глаза их. Бродят помосы в сердце. Над всем издеваются. Злобно раздышают клевету. Господь говорит, я молчал, ты подумал, что я такой же, как ты. И вот ты смотри теперь. Какие тут слова можно сказать? Ты сказал ему, ты толстый. Он может обидеться. Как придумали, что негрой нельзя говорить. А нужно говорить темное. Совсем недавно было. Придумали из словарей выбросить слово сектант. Его нельзя... Как не сектант? Это я прямо показываю. Я выступаю на конгрессе и стал говорить, показывать. Сегодня тебе везде искушение. Вот так. Сейчас прошел. Пожалуйста, вопросы задавайте еще. Если нас может. Я скажу, вот, сегодня у нас собрание было, и там, что в деревне у нас был один забунтовал, что впереди стоят женщины, и во время поклона они его смущают. Я сегодня на основании Библии все рассказал, какие его мысли, с чем это связано, с каким извращением. Уже выставил. Он первый у меня ролик стоит. Называется «Собрание». Зайдите и посмотрите. Я привожу 22 места Библии, как определить, почему человек так сказал, и кто он такой, и какие меры принять. То есть, вот, конкретно, не просто помахали руками, нравится, а другие одобряют, да он правильно говорит, стоят там свои, вот, своих хотят девиз там, прыщавых, замуж выдать. То есть, бред. Никто не желает, там никаких девиц нету. Три женщины благородные стоят. А он еще за кого себя считает? Три человека, и при том необтягивающие. Поклоня они, не в поклоне, разницы нету. Они никому соблазнен не подают. Тебя соблазняет глаз твой, вырви его, речь-то о тебе идет. И кто посмотрит на женщину, и дальше что? А она виновата. А при чем-то тебя виновата? Это он смотрел на нее. А она в Версаве не виновата. Да вы-то ее углядел. А у нас вот где-то как благощинно. Где-то вы видели так, чтобы все до самой маленькой девочки по форме были одеты? Да нигде нету. Повторяю, нигде. Я знаю, многие общины, где что-то маленько делается, но чтобы вот так, этого нету. У нас все, даже грудничок с двумя платками одетый. Платье до полу. И какой они могли дать соблазн? Кому? Как? Это сатана делает. Поэтому все надо поставить назад. А не так, давайте ширмы, давайте перегородки. Да легче всего одного за стенку поставил, и все. Пускай смотрит себе на ноги. А один прямо говорит, прямо пишет и говорит своими словами. Ну ты увидел женщину, наклонилась, еще у них голый зад-то. Почему ты думаешь, что твоя жопа лучше, чем ее? А за тобой-то другие мужики стоят. Вот такой ответ еще дают. Ну и действительно так? Почему ты решил? А ничего нету. Это бездуховное, страшное состояние. И как удачно, что именно в нашей общине тут защищаться-то легко. А что девчонки выходят и бывает в юбках коротких-то, да, мы с этим боремся, но в уставе не написано. И поэтому я ничего не... Рычагов никаких нету. В храме, да, дежурный стоит, остановит ее, и все как положено. А дальше нету. Если в город приезжает, он может без пояса быть. Борода всегда и должна быть. Платок всегда. Но не обговоренно, что в городе она может быть и без платка. Но мы отдельно ей будем выговаривать. Отдельно. Наш устав почти все предусмотрел. Ну вот так. Давай, Сергей, побуждай к вопросам. Игнатий Иванович, а как вы думаете, уже больше не будет возврата? Ну вот как буквально там лет 30 назад, ну не было же вот брюк этих повсеместных там, ну у женщин я имею в виду. То есть уже не будет возврата, ну вот к благочестию, вот хотя бы во внешнем виде. У кого, Виталий, у кого благочестию? У общества. У общества в целом, ну вот там взять Россию. Да никогда не будет. Чего ради будет? Я говорю только про общину у нас. Даже вот это вот такое не в один день-то получилось. Все до одного одеты по форме. И приезжают люди, гости. Архиерей приезжает с ним, хористы. Все одеты по форме сразу. Ну как у нас какая дисциплина, я не знаю, где она есть такая или нет. Я ни за рубежом, нигде этого не видел. Это огромный труд. У меня как-то напали недруги на меня. Ну и вначале там что-то говорить. Один говорит, на общину создать. Вот мы единомышленники против Игнатия. Ну можем общину создать? Все решительно. Нет. В общине разные люди, разный характер. Кого ты создашь? Чем? Выпивкой? Ты должен быть образцом, светочем, городом на вершине горы. За каждым словом обращаться. Я вот сейчас что только говорил, там, сколько продолжительность. Это все новые и новые данные-то для вас. Их нигде нету. А я их добывал с каким трудом. Написано, в последние времена во многих охладеет любовь, в том числе, любовь к благочестию. Ну да, но хорошо, что именно на нас-то напал-то враг. На нас. Нам легко обороняться, когда у нас все на виду. И в роликах, фотографиях видно, как стоят. Вот этот приехал журналист из Москвы. Он 10 лет в Комсомольской правде только работал. Сергеев, вот, Макаров Сергей Сергеевич, Макаров. Ну и он, говорит, в Потеряевке был. Мужчина, говорит, это каждый как боярин. А женщина, любая, как бояриня, не просто как. Дети на отличку, как одеты. И везде чистота, свет светится буквально. Вот этот свет, я не знаю, как это люди видят. Вот ко мне пришел на занятие в аудиторию 410-й корпуса АГТУ. Ректор, там, академик, доктор и прочее. И он сколько побыл, вышел, и мне говорит, а вы видите, люди-то у вас сидят, у них лица светятся. Я говорю, как? Так вы не видите? Ну, я привык, нет. Другой заходит здесь, директор красного магазина Исаев. А мы занятия ведем под березой здесь. Он зашел и сразу остановился во дворе. А что это у вас тут? Я говорю, а что? А вы разве не видите, какая у вас энергетика здесь? Это люди мира всего, мира. Первый раз так встречаются. Зашли, и с ними еще никто не разговаривал, они уже видят. Видят. Так это ни один, ни два человека, а в аудитории люди, приходящие из мира где-то. И в них во всех это заметно. А те, которые занятия ведут, им кто-то говорил это или нет? А это сатана обольщает. Чего бы ради обольщал. Мы начинаем молитвы, заканчиваем молитвой. Считаем слово Божие. Тут в сатане места нету. У нас ни споров никогда нету. А почему? Мы православные. Вот так. И поэтому, если мы уже знаем правду и говорим ее, затрагивая руководителей, там, священников, епископов, мы заранее уже вышли на тропу войны. Они будут против нас. Они не верующие. Верующий только поблагодарить может, что вовремя остановили. А это нету. Он начинает кричать, придумывать. Как говорится, добирать до конца. У меня все? У меня все? Верующий, 5 глава, 27-28. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Толкование. Книга. Иное дело прелюбодейства, иное блуд. Прелюбодеяние есть грех с замужнею, а блуд со свободною. Кто останавливается, всматривается и зрением воспламеняет похоть, потом снова смотрит с большим желанием удовлетворения похоти, тот уже совершил грех в сердце своем. Правда, он не исполнил его делом, что до того. Он не мог, а если бы мог, то тот тотчас сделал бы грех самым делом. Впрочем, знай, что если мы когда-либо восп чувствовали похоть, но встретили препятствие к удовлетворению ей делом, то это явный знак, что нас сохранила благодать. Так и женщины, украшающиеся для того, чтобы понравиться кому-нибудь, грешат, хотя бы и не понравились. Ибо если уже сделали напиток, который остался без действия только потому, что его никто не выпил. Вопросы? У меня вопрос есть, можно? Можно. Можно, можно. Как воспринимать, когда в православном храме видишь, ну как вот этот масонский знак на сегодняшний день, это масонский знак, это одноглазый глаз в треугольнике, то есть севидящее око. Может ли быть такая символика сегодня в церкви? Или уже всё-таки это недопустимо? Откуда это вообще? Это от масонов взято или это было ранее? Потому что во многих храмах есть эта символика, вот этот глаз в треугольнике. Масоны-то взяли себе этот символ. Как воспринимать это, когда видишь это в храмах? Говорить об этом или это нормально сегодня? Как это? Ну как бы говорить, чтобы убрали это или как это? Геннадий, отвечайте, пожалуйста. Так надо разобраться, кто у кого взял. Если на 380 лет раньше этот глаз появился в церкви, чем у масонов, так кто у кого взял? Они у нас многое берут. И отношения к Слову Божию, и алтарь, и прочее. Ну и что теперь? Ну вот шестиконечная звезда Израиля-то, это уже понятно. Это не просто пятиконечная сионистка эта. Сионистка эта. А эта шестизначная, шестиконечная звезда, это символ Израиля. Мы как-то... Я привез иконы из Джордан-Вилля, из Америки. И икону уже всё, в рамочки поставили. Я гляжу, а там шестиконечная звезда. Кажется, преображение иконы или что. Ну и... Я даже не видел, она как-то там так, где-то в стенке стоит. Ну я сразу поговорил с одной, она у нас занимается художеством. Икону вытащили, ей отдали. И она так аккуратно тонну вела, её даже не найдёшь, где она есть. А еврейка была, а она возмутилась. Ну почему у неё сын в Израиле живёт, и, видимо, этот знак она хорошо знает-то. Но у нас вот так. А у вас какая звезда? Семиконечная, восьмиконечная. Ни пяти, ни шести. А четырёх, конечно, это крест животворящий. Ну вот и весь ответ. Мы не сами... Ну а по Писанию есть где-то местописание, где написано всевидящее око? Именно одно око? Потому что рисует-то один глаз. Бог дал человеку два глаза, а тут один глаз. Да это символ. Ну как? Никакого глаза у Бога нету. Его всеведение такое и есть. Это существо Божие. Бог всеведущий? Да. Всевидящий? Да. Но вот они пытались так его изобразить. Возьми вот американскую валюту, доллар один. Я вот русский Иван нарисовал-то. Сколько там этих степеней, посвящения, там сколько у них этажей, там сколько этих кирпичиков видно он нарисовал. Это всё взято из масонского устава. Ну и какое отношение ко мне? Мне доллар главный. Я подал его, а мне морковку продали. Всё. То есть как бы относиться к этому хладнокровно, да? Абсолютно. Принимать это. Этот Али Освальд, считается, стрелял в Джона Кеннеди, а его убил другой Руби. Ну и когда стали говорить, а то я из-за того, что он нашего президента убил, я его люблю. Она говорит, он любит только президента на ассигнациях. Мне это запомнилось. На ассигнациях любит. 62-й год, кажется. Так что самому себе хотя бы не лгать, и то уже неплохо будет. У нас свои символы. Это крест животворящий. А на него накрутили по краям сколько. У нас Покровский собор главный-то. Ну, сфотографировали. Большой крест стоит. Но вот крест, а на конце еще попереченка, а там еще, ну, куча железа. Все из железа. Там этих тонн, может быть, несколько лишнего железа. Тяжеленный, страшный крест. Я немного поговорил, кажется, с настоятелем, с кем говорил. Вы посмотрите, сколько концов. Я посчитал на этом кресте ровно 18 конеч. Ну, 6-ти конечный крест, бывает 4-х конечный, 8-ми. Больше не бывает. А это 18. А что? Ну, 6-3, 18. 3-шестерки, это 18. Я маленьких подвигнул на это. На колокольни, это уже нормальные кресты ставят. А так, в человеке все это. Даже, ну, при чем тут наш христианский храм? Звезда шестиконечная. Убрали, и все, успокоилась. В одном доме престарелых один человек повесился на дверном крючке. На коленке встал, и там полотенце, или что он разрезал, и не затянуто, ничего, и он кончился. Ну, вытащили его из петли, на следующую ночь еще один, а с других палат приходят, с других. И когда уже до дела дошло, там больше десяти человек повесилось на одном крючке. И там, ну, на высоте, допустим, метр, там повеситься нельзя. Но люди умерли уже, задохнулись. Как говорится, асфикция. Ну, и тогда приехал профессор психологии, он говорит, рабочего позовите с выдергой. Вот, так ты же профессор, ну, вот я и делаю. Он говорит, вырви этот крючок-то. Он крючок этот вырвал, он говорит, все, работа окончена. И больше ни один человек не повесился. То есть, дьявол привязан к каким-то предметам, к медной дощечке, как считаем. Вот здесь ответ. А я как раз сегодня почему за этот глаз затронул? Я сегодня ездил в Иерусалим, был в храме гроба Господня, как раз там я увидел этот глаз, и он мне как бы так запал мне, думаю, ну чё, он прямо там, где алтарь, над входом в алтарь, получается, вот, я и решил спросить. И как раз попутно за Никиту вспомнил сейчас, его это смущает, что там это, ну, так выкланяется в храме, там его там соблазняет. Это ему тогда грекам идти надо. У греков на клиросе вообще женщин нет, у них мужчины, у них запрещено, чтобы женщины пели в храме. Женщины стоят со всеми, а мужчины, они поют, потому что у них более древний устав, у них женщина в храме да молчит. Вот, они вообще женщине допускают, чтобы они пели. Это ему, грекам идти надо, но в России ему трудно будет такое там идти. Вот, так что, да. А у русских, да, укоренилось бы, женщин никак. Это, где бы ни пошел, везде женщины поют, поэтому он этого не избежит, куда бы он ни пошел. Вот, у русской традиции нет такого. В основном, женщины заняли клиросы, они поют. Вот сегодня был в храме гроба Господня, ни мужчины, нету, женщин вообще нет, женщины не поют. Они стоят со всеми, молятся, но они их не допускают. Я спрашивал, почему они, как будто, вот, женщина в храме да молчит, и поэтому их не допускают. В Англии особый клуб КАБ называется, КАБ. И вот они, мужчины одни там, как готовить хорошую пищу. Ни одной женщины не спрашивает, а почему у вас по уставу так, что женщина-то, она больше готовит. Они не умеют готовить-то. Вот мужчина настоящий повар, кок на корабле. Вот такое дали объяснение. Ты женщину попробуй попросить дома там, чтобы яйца в смятку сварила, она не знает. Она переварит. Если рыбу жарит, то у рыбы глаза в потолок вылезут. Если картошка, она вся развалится. Если не знают, я скажу. В кипяток опускать яйцо надо на 3,5 минуты. А потом вытащил в холодную воду всё, с мятку. Вот она тогда полезна, это яйцо-то. А картошка, вот она только закипела, ты ножом её протыкай. Если она уже легко идёт, всё, кончай. Сливай воду и без воды поставь, ну, на одну минуту. А после этого открывай покрышку, чтобы она пар спустила. Всё готово. Она рассыпчатая, но она не будет так делать. Не будет. Вот у нас раньше продавали такая плитка железная там, она какая-то как хромированная. И в ней такие эти волны как бы идут. Называется это сторож. Когда молоко ставишь, её туда опускаешь, а у ней там как бы рожок такой, ну, такая пробита-то. И как только молоко закипает, она начинает прыгать и об нос стучит. Одно. И кроме того, когда молоко кипятишь, не закрывай плотно. И третье условие, никуда сам не отходи. Как посмотрю, опять плитка горит, всё, молоко сошло. Поставит, куда-то идёт. Я тогда говорю, давай сделаем так. Я связал верёвочку, и вот здесь будешь, как будешь становиться, петельку надевай на руку-то. Ну, чтобы никуда не ушла-то. Скипятило, и всё. А что она сильно кипит, у тебя должна быть рядом кружка воды холодной. Туда чуть добавь, только маленько. Не раньше, не позже соседка к нам никогда не заходила, а тут дверь постучала, а дверь-то открылась. Жена говорит, да дверь открыта. Она открыла, а сама она навстречу и забыла про верёвочку. И дёрнулась, и стоит привязанная. Какая молва пошла, какой я жестокий, жену на верёвке держу. Вообще, никогда соседки не было, и вдруг увидала она. Значит, везде какие-то приспособления есть. Во всём, везде. И надо иметь чёткие правила. Какие угодно. Кого принимать, когда. Вот у меня правило, что если ко мне гости пришли, а уже солнце село, и уже домой я его не отпущу. Я заранее предупреждаю. Чтобы ты ушёл, и солнце касается горизонта, а ты дома уже в квартире был. Дальше. Я живу, в жиле на дороге жил. Поезда туда и сюда идут, останавливаются. Прямо напротив моей квартиры-то. Прямо рядом совсем. Я наказал, никогда под поезд не лазить. Повторите. И всем выдал такие маленькие книжечки про свод там. Есть я. А если полезешь, больше ко мне не придёшь. А как поезд дождаться, когда уйдёт? Или найти площадку, по которой перейти. Или пройти до головы, и там обойти. Метров 20 дальше пройди, а потом перешагни через линию. Я приучил, да, все больше под поезд не лазили. Соседка, она не моя, полезла, её замотала. И по дороге лопатой собирали её. Должны быть правила. Ну а как добиться, как вот начать эту работу с людьми? Как сам вроде бы уже начал справляться, вот люди вокруг, они такие, какие есть, обмерщённые. Как с ними работать? Поближе, приблизи к себе. Начинайте писание считать. У нас тут пособие по изучению Евангелия от Марка. Я всем рассылал. Вот по нему начинайте занятия вести. И будет группа 2-3 человека, а дальше пойдёт молва. Люди будут приходить. Это в третьем томе открытым оком. Там у меня дальше материал есть. Воспитание воспитателей. Вам это очень потребуется. Как разбивая людей на 24 группы. Разные люди. С кем как беседовать. А как? Каждому какой коронный стих из Библии. Всё на Библии. Вот так. У нас материала очень много. Ну всё как бы по Библии надо, да? Да. Просто праздно никому ничего не отвечать. Если вот что-то надо... Потому что если будешь писанием отвечать, словом Божьим, как святые отцы говорят, то это получается за тобой авторитет будет. А если так, допустим, мне что-то, допустим, не нравится. Ну мало ли что тебе не нравится. Почему тебе это не нравится? То есть надо аргументировать писанием. Почему, допустим, мне как бы это не нравится, да? Вот это, Евгений, что там человеку, женщина впереди, смущает, что они наклоняются. Я сегодня объяснял. Сегодняшнее собрание. Оно первым роликом стоит. Посмотри. Я 22 места из Писания показываю. Это извращенцы. 100% извращенцы. В Библии описано всё. Как любить женщину, как спать с нею. Всё описано. Люди даже не знают. Я стал показывать сегодня. Левая рука его у неё под головой, а правая обнимает. Дважды повторена эта фраза песни песней. Левая рука у ней под головой. Ну и больше объяснять не надо. Всё объяснено. А сегодня как скотина совокупляются. И поэтому так и смущает. А почему? А там годы наркомании. Может быть, года блуда. Если у нас соблазняются, то и вообще не какой-то, да. У нас платье до полу. И сарапаны, и что угодно там. И одеты как. Там просто глянуть, душа радуется. И именно нас сатана избрал, чтобы показать. А нам легко давать объяснение. Сделать это. Одну общину такую покажите. Одну. В России или в Израиле. Это не монахи семейные все. Монахов у нас нету. Никто не разговаривает. Никто не ходит. Полная тишина. Батюшка сегодня говорил, у нас священник, приезжал другой. Протоиерей. И он сам рассказывает. Говорит, вот я сегодня напуган был. Все знали, что мы приехали сюда. И уже все каноны, что надо прочитали, часы перед богослужением-то. Все, колокол ударил. А никого у них нету. Храм пустой. Как это может быть? Ни одного человека нету. Я, говорит, выглянул. А храм полный. Один тут был. Там Степаненко. Степаненко. Максим говорит, я не пойму, как они могли сделать, зазомбировать ребятишек-то. Никто не кричит, по храму не бегает. И один ребенок, грудничок на руках, один раз писнул и сразу замолк. Как это можно? Ну, другой-то еще как-то там... А как это можно? Я так ничего не понял. У нас абсолютная тишина и порядок. У нас есть смотритель-наблюдатель, специальная должность. Закон есть. Законодательная, исполнительная власть. Шепотом даже ни одного слова не говорили. Батюшка раньше поедет у нас вокруг деревни, наконец, свой конь у него верхом. Он как царь, как победитель. К лагерю подъедет, ребятишек катать начинает. С нами везде вместе. Мы счастливые люди. Мы конкретно говорим, вот, пожалуйста, вот оно сделано. Люди друг друга не знали, а теперь знают. Наш счаст где-то впереди. Ну, вот ты что, без устава не добиться порядка, правильно, Игнать Тих? Не добиться. Если не будет устава. Не добиться. Ты прямо указываешь на устав, не я хочу устав, а ты подписался исполнять. У нас то заявление подает, исполнять 40 правил в уставе, а в церковном там 16, а в деревенском 40. Оба эти устава никто не мог составить. Опять же, пришли ко мне и попросили составить. Я их составил. И вот сколько, 27 лет, и не можем добавить ни одной строчки. Настолько все охватно, с проглядом вперед. А как Господь? Господь Бог. Подали-то кому мы сначала? Люди с высшим образованием, такие мягкие. Они подержали, подержали, вернули, мы, говорит, не можем это сделать. Здесь все предусмотрено. И как природу сохранить, как со зверями относиться, с посторонними людьми, когда появляются. Вот. Ну, все абсолютно. Зайди у нас для Слова Божия нет уз. Книга. И в оглавление сразу перейди. И там все описано. Это работа, непрерывная, ежедневная работа. Ну, вот это вот и большой вопрос, как вот добиться, чтобы в церкви был устав. Потому что, когда нет устава, каждый делает, что он хочет. Потому что, кто я такой, чтобы указывать человеку, когда устав, то он выше меня. То есть устав, он стоит на уровне, на уровне священноначали, что и священники сами этому уставу подчиняются. И даже епископы должны этому уставу подчиняться. Ну, если это на таком будет уровне стоять. На уровне епископов. А так, конечно, без устава это. У нас приезжает наш епископ. Мы его знаем. Дежурные у него попросили паспорт. У нас положено каждый, чтобы был записан. Ничего, ничего, пожалуйста. Видишь как. Так кончилось богослужение. У нас сразу собрание. Все знают нужды, как помощь оказать, куда поехать. А все за этим песнопение и трапеза готовятся. Уже с собой приносят, тут подогревают. Трапеза закончилась. Но мы сюда уходим. После этого занятие. Ведь день насыщенный такой. А после занятия идут на благовестие в город. Игнатий Тихонович, сколько у вас часов уходит? Богослужение начинается, потом у вас трапезная, потом собрание. То сколько у вас в воскресный день, получается, уходит? Шесть часов у вас? Сейчас я скажу четыре. Ну да, примерно так, шесть часов. Восемь. Ну, люди-то приходят раньше, еще там на полчаса. Восемь. Шесть часов. Значит, побольше немножко. Да и уходят, не сразу в другой раз остаются еще что-то. Поют там, спевки. Кто-то ни разу не оставался. Их сразу заметно. Они чистят, а их как будто и нету. Ну что, все, наверное, 42 минуты. Где Сергей-то наш? Потерялся? Молимся. Достойно есть окна истину, Блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашивела, Честнейшую героинь, И славнейшую без сравнения с Ерафием, Без искления Бога Слово ручую, Сущую Богородицу Тя величает. Молитесь, Игнатий. Милосердный Создатель, любящий наш Отец Небесный, мы просим Тебя, Господи, во имя Спасителя нашего Иисуса Христа, прими нашу молитву и все слышно закрепи в сердцах наших, чтобы мы притворили это в жизнь. Господи, доведи нас всех до желаемой пристани и веди в Царство Твоя навеки. Найди наших родных и близких, благослови правителей и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где идет война, и научи нас ценить это мирное время. Тебе, всемогущий Создатель, единая, нераздельная Троица, честь, поклонение, слава и благодарение Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 А сколько они будут? Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. У нас день деревни 3 июня. Не забывайте, приезжайте в гости. Потеряевке 200 лет и 27 восстановления. Аминь. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok